здравствуйте дорогие друзья мы на канале про цветок и сегодня мы снова в моем демонстрационном саду я ирина сапешка питомник мелодия сада сегодня 6 сентября и мы стоим у роскошного куста если так можно назвать кустом тоже мы так его сформировали это на опоре клематиса винограда листного обратите какое буйство цветения хочу рассказать сегодня о нем подробнее потому что все кто приезжает к нам в конце лета и начале осени всегда задают много вопросов что это за ли она такая почему она такая мощная сколько здесь их экземпляров как он растет как зимует как размножается попробую сегодня ответить по возможности на все эти вопросы клематис это достаточно очень мощная ли она и ему здесь всего лишь три года не удивляйтесь это один экземпляр это что он такой мощный роскошный это является одновременно первую очередь его плюсом но и минусом потому что я не знала что он так быстро рванет в рост если можно так сказать и высадила его очень близко к живой изгороди из брабанта то вы сами понимаете он его задавил изгородь барабан задавил и под клематисом я сразу из грустного из печального ложка дегтя то там уже изгороди это погибло но она является каркасом основой для этого клематиса поэтому когда будете высаживать где-то обратите сразу внимание на то что этот малыш этот росток который высаживаете через пару лет займет очень большую площадь но стоит пожертвовать иногда и площадью и может быть даже изгородью ради вот этой осенней вспышки цветения ради аромата дальше цветет он на побегах этого года то есть его можно обрезать вот очень интересный проводил эксперименты он был высажен первый год я его срезала на 10 сантиметров от земли и думаю что будет с ним он следующем году так рванул здорово и вырос вот на высоту я не знаю здесь не замеряла вот наша авторская такая арка это мои ребята ученики мои сделали то есть он занял площадь если бы его вытянуть на метра 4 даже больше наверное то есть он очень быстро вырос и зацвел значит имейте ввиду что если вам нужно его срезать пересадить хотя во взрослом состоянии он все равно тяжеловато переносит перед пересадку только при срезке радикальной тогда будет все хорошо он у вас здорово отрастет в этот же сезон и зацветет поэтому мне задавали вопрос а можно нам перенести клематис потому что когда-то были высажены они не в том месте не в тот час и получается что да можно лучше мне нравится переносить осенью при радикальной срезке что еще интересного он очень любит дренированные почвы затенение корней а сам быть на солнце но это растение стремится к солнцу все цветочки даже у него в основном повернуты на южную сторону очень сильный мин медонос здесь такое живое движение обратите внимание сейчас уже пора когда он такой в самой расцвете даже немножко уже цветает но он очень красив в бутонах я даже его больше люблю не в цвету а когда вот знаете на грани вот-вот-вот расцветет бутоны это просто он весь усеян белыми бусами и пчелки тут летают думать ну когда же вы на раскроетесь смотрят и я на него смотрю с любовью когда он осыпется тоже очень здорово посмотреть на него он зеленый а под ним вот это прощальная подушка из лепестков растение очень интересные и можно прикрыть неприглядные уголки сада некрасивые старые здания можно его пустить по земле еще раз обращаю ваше внимание что опора для него должна быть достаточно мощной высокой потому что смотрите вот мы сделали и достаточно высокой здесь но настолько мощная масса что мы будем его приподнимать можно было больше конечно подвязать но пустили мы в свободный рост здесь мы ее не подвязывали она сама вот как плелась так и плелась но я думаю что можно сделать еще выше и подвязывать обратите внимание что должна быть очень крепкая чтобы не упала она не такая уж и тяжелая ли она ну просто ее очень много и хорошо задекорировать можно еще заборы хорошо на беседке высаживать делать из них беседки можно даже старые деревья взять вот не хочется их выбрасывать саду каркас а оплести этим климатисом тогда я советую если вы используете такие деревья как основу как держатель этого климатиса то климатис тогда можно не обрезать на зиму потому что очень красиво эти опоры я видела такую посадку смотрится в и не в снегу такая шапка вы не вообще ажурно очень смотрится вот эти стебли оплетающие дерево старое а то есть это каждый уже придумать для себя можно специальные интересные не обычные придумать арки какие-то стойки и металлические не бойтесь даже на металлической я умею высажен был в одном месте на металлической он совершенно не мерзнет то есть даже если его не обрезаешь а если что-то и обмерзнет он быстро восстанавливается он цветет еще раз повторяю на побегах этого года то есть как бы вы не обрезали он все равно успеет зацвести в отличие от многих других лиан которые если даже обрезаешь что нужно ждать пока он не отрастет и через год только зацветает вот еще лианы которые редко встречаются нашем саду это горцы опять же горцы я не имею ввиду те которые вот как мне там есть дальше растет стеблеобъемлющий горит змеины и так далее я говорю о лианах в наших условиях они очень редко выращиваются на юге их очень активно применяют ну дело в том что они действительно не очень хорошо зимуют но так как я не люблю работать с растениями которые требуют большого ухода я решила его высадить в заросли моих декоративных трав для чего это я сделала травы на зиму я не срезаю и они естественно наклоняются снегом прижимаются и накрывают горец мой он обмерзает часть его но восстанавливается и вот осенью всегда появляется я о нем вспоминаю только осенью когда он расцветает и вот этажу белый ажур мне очень нравится особенно вечером на заходящем солнце он окрашивается немножко розоватые приобретает оттенки когда заходит солнце здесь у нас площадка для отдыха очень приятно и достаточно такой есть у него есть и приятный аромат так вот горцы тоже можно применять обратите внимание на лианы горцы их там несколько видов и они в наших условиях условиях беларуси меньшины могут хорошо зимовать вот у меня пример она уже растет здесь лет шесть каждый год благополучно цветет в теплый холодный мерзлую зиму снежную бесснежную всегда появляется больше и меньшей степени кстати здесь в очень опять же у меня моя любимая плотная посадка он стремится к солнцу корни поступ получают достаточно влаги он быстро восстанавливается а потом он занимает те места которые ему нравится в этой свободной посадки не мешает другим растениям в отличие от клематиса винограда листного он не подавляет другие растения у меня может быть потому что ему здесь все-таки не так хорошо как на юге и он не набирает свою эту полную силу мощь то есть он и жив и цветет но другим растениям жить под небом не мешает она с радует ну вот еще хочу немножко рассказать вам о лианах моем саду я очень люблю вертикальное озеленение ну и конечно же актинидия без нее куда же без нее здесь актинидия аргута острая она более мощная чем коломикта коломикта у меня на другом участке всем она знакома с этими розовеющими листьями белорозовыми листьями летом то вот эти новые интересные актинидии я люблю больше потому что мне нравится что-то новое познавать изучать здесь второй год очень мощно мощно в этом году рванула в рост и даже мы едим ягоды достаточно интересная милая лиана из нее можно тоже делать красивые беседки она сама заплела здесь у меня все видите я здесь ничего не привязываю я вообще человек который любит чтобы все это росло само только знаниями помогать этому всему самому вот поэтому я не делал никаких здесь опор опора является сами столбы беседки остальное уже дело природы вот куда она хочет туда и завивается и и завелась очень так удачно у нас закрыла проход уютно и удобно здесь у меня совмещены тоже мой эксперимент три лианы это актинидия наша дальше идет лимонник китайский но вы знаете что они все пришли с дальнего востока любят полутень потому что они взбираются на растения в естественных условиях это подвесок нижние слои занимают и поднимаются вот по стволам деревьев и 3 ли она которая здесь говорила она только-только начинает нарастать это на самом краю от беседки на черешковая гортензия тоже любит полутень тень она очень медленно нарастает в этом году она не поднялась над землей только немножко расстелилась следующем году ей нужно будет помочь вот и немножко надо поднять к столбой потом она будет уже сама дальше плестись она конечно будет отставать в росте у меня актинидия пойдет больше наверх на крышу лимонник будет здесь вот невысокие стоять около скамьи как раз потому чтобы быть на вытянутой руке иметь ягоды вот но плоды то есть все здесь рассчитано кстати на лимоннике очень часто по и поселяются певчие птицы я где-то читала потому что мягкие вот эти ветки а если какой-то зверюшка на них добирается то они но не выдерживают их и поэтому у нас иногда здесь поселяется как мы называем ручные певчие птицы если вы хотите близко около дома около беседки иметь птичку поющую то тоже высаживайте лимонник и еще заметила что лимонник китайский он не дает почти плодов в перпендикулярном от земли положении ветвей то есть чтобы у вас было больше плодов нужно дать ему возможность расти вертикально вообще эти лианы очень очень интересные например вы знаете что они могут закручиваться против часовой стрелки то есть они крутится против часовой стрелки если закручивать в обратную сторону то она совсем по-другому растет потому что наборится вот с этим направлением которые мы и задали да и она будет более такая коренастая основание очень интересные тоже это можно использовать при посадке если вам интересен вот этот нижний слой до нижней когда старая будет ли она будет такая интересная кручная коржаковатая как у нас беларуси говорят форма еще важно когда покупают эту лиану я имею ввиду актинидию высаживают ее и забывают о ней потом приходят смотрят весной а ее нету то есть на иссохла потому что ее очень любят коты погрызть молодую особенно кору и она просто ну выплачется вас если так сказать просто она просто может пересохнуть из-за того что открытый кора соку идет сок от движения и она просто потеряет влагу и может иссохнуть поэтому старайтесь укрыть и следите за тем первые годы особенно хочу еще пару слов сказать о таких лианах как жимолость конечно осенью а говорить о жимолости каприфоль не приходится они поражаются мощнистой росой очень рано замечательное прекрасное цветение рано весной вернее поздней весной и летом начале ну а потом они быстро стареют получать такой непригадный вид то обратите внимание на другие виды и сорта жимолости это гикройта это тельмана и так далее так далее их можно много перечислять я просто как пример хочу показать что эти другие виды жимолости они более устойчивы к мучнистой росе хотя этот год очень тяжелый и как раз таки они поражены но у меня просто я не работаю совершенно химией и это меня не особо расстраивает то есть какая-то часть болезни должна быть наверно они цветут до поздней осени обратите внимание от сентября и в октябре будут съемки вы увидите что они цветут и пахнут особенно вечером или в сырую погоду здесь такие ароматы всегда я думаю что стоит обратить внимание еще раз на эти жимлости я последнее время и почти не встречаю их в садах и раньше не встречала последнее время думаю настолько всего продается интересного и они есть продажи но люди напугавшись вот этой каприфоль думаю что все так жимлости себя плохо ведут нет вот должна вас порадовать что если еще вы будете их обрабатывать в отличие от меня то знаете они будут очень достойно выглядеть в прошлом году вот на своих объектах я видела в обработке в октябре просто бушующие цветущие эти лианы в октябре месяц но вот дорогие друзья сегодня мы немножко коснулись темы декоративные лианы в осеннем саду именно акцентирую на это внимание потому что летом нас буйство красок очень большой и мы тогда бы говорили о крупноцветковых клематисах например и других лианах меня именно вот волнует это осеннее убранство сада потому что печально грустная пора она должна быть не печальной не грустной благодаря буйство красок саду вот этого я пытаюсь достигнуть и подсказать немножко вам то что я вот заметила обратила внимание поэтому если вам интересны будут подробности то мы будем дальше продолжать следующих программах говорить о них более уже тонко и еще раз призываю учиться потому что информации очень много правда часто бывает противоречивой но в споре рождается истина